Меры поддержки малого и среднего бизнеса обсудили в правительстве. Для сохранения уже имеющихся рабочих мест и создания новых в малом секторе экономики Приднестровья уже многое сделано. Но условия ведения бизнеса в республике, по мнению предпринимателей, по-прежнему непростые. Тему продолжит Ольга Канцур. Непомерная арендная плата за торговое место или производственную площадь – это то, на что чаще всего жалуются приднестровские предприниматели, рассказал премьер. К тому же размер аренды напрямую зависит от экономической ситуации в республике и за ее пределами. И поэтому довольно часто меняется. Такая нестабильность провоцирует целый ряд нарушений. Зачастую бывает так, что высокая плата за аренду, по крайней мере, опять же, то, что мы слышим от предпринимателей, начинает замещать с собой такие расходы, как расходы на оплату труда. Кто-то и прибегает к оптимизации налогов, если можно так сказать, уклонению от уплаты налогов, дабы была возможность сэкономить и заплатить арендную плату. По словам главы Минэкономразвития, в прошлом году проблема стоимости арендной платы уже поднималась. Подошли к этому вопросу с точки зрения обычного рыночного регулирования, то есть при наличии конкурентной среды ставка аренды, она так или иначе должна соответствовать спросу. Однако ситуация существенно не меняется. Ситуация, по мнению премьер-министра, требует более глубокого изучения серьезного вмешательства. Предстоит в том числе выяснить, нет ли на внутреннем рынке сговора в определении размеров арендной платы. Если такие факты имеют место, естественно, это является мощным тормозом для развития предпринимательства. Все должно быть сбалансировано. И владельцы коммерческой недвижимости должны получать достаточные платежи для того, чтобы эту недвижимость поддерживать в нормальном состоянии и иметь коммерческий интерес. Но, с другой стороны, должны развиваться те, кто недвижимость берет в аренду. Конкретные предложения по решению проблемного вопроса предстоит выработать в течение месяца. Для этого Александр Мартынов поручил главе Минэкономразвития изучить мнение предпринимательского сообщества, а также глав городов и районов республики.